Как же прекрасно, когда по твоему любимому фандому делают контент на ютубе Познавательный, смешной, креативный И кажется, что столько еще впереди, но радость заканчивается, когда наступает Выгорание Комьюнити Ромпы постепенно умирает Основная сюжетная линия была закончена Следовательно, чем меньше контента, тем меньше аудитория Поэтому снимать контент по Ромпе — безперспективное занятие Наверное, это из-за того, что я выгорел А может, из-за того, что сама Ромпа мне уже надоела И мне по ней просто нечего рассказывать Прости, пожалуйста, что я не выпускаю видео Мне, правда, очень стыдно, но я, видать, в депрессии Или тип того Ромпу я вряд ли больше буду делать Сегодня умер Дима Билан Не дождешься, я не дам тебе просто так умереть Разряд Все, наверное, без меня в курсе, что означает термин гиперфиксация Возможно, именно ты, человек, состоящий сейчас в каком-нибудь фандоме И ища о нем дополнительную информацию Подвержен данному состоянию Ты становишься настолько зациклен на какой-нибудь вещи Что начинаешь жужжать о ней в любой подходящий момент Любому встречному человеку, который даже, возможно, не шарит что-то такое А тебе все равно Ты продолжаешь И продолжаешь И продолжаешь твердить об этом долгое время Но сколько времени это состояние может длиться Недели Месяцы Годы А может целых ШЕСТЬ ЛЕТ Да, здравствуйте Я ютубер Вонвип И я уже как 6 лет помешан на такой франшизе Как Данганромпа Спасибо, спасибо Я здесь буду еще, наверное, лет 30, нах... Моя гиперфиксация заключается в том Что я почти каждый день проверяю выход новых видео по моей любимой франшизе Ну вот хотелось глянуть чего-то интересного Ну вот такого, чтобы мне прям понравилось по всем моим критериям И я в 2021 году решился сам создать ютуб канал, чтобы генерировать такой контент Когда ромпа еще как бы была на слуху, но общий хайп уже спал А контента на ютубе по ней все равно было катастрофически мало Ну, по сравнению с другими фандомами Это подмечали многие в комьюнити Ведь кроме гача лайф реакции, различных мемов Ничего цепляющего тогда на русском ютубе по ромпе толком и не было Изменился ли расклад на ютубе спустя несколько лет? В этом мы сегодня и будем разбираться Обсудя при этом почти весь контент по ромпе, на который мне удалось наткнуться После выхода русификатора появляло все больше летсплейщиков Но я как бы их не особо смотрел Только пару раз пытался посмотреть нарезки со стримов тарелки И мне этого хватило Бласкать тебя Блять, простите, я не могу остановиться Как я, блять, из него делаю? То в начале им это озвучка Но теперь я не могу Хотя нет, я вру Было два летсплейщика, которых я смотрел Киберсмок 3000 И нет, это не название какого-то изобретения Мью и Румы Это был никнейм простого парня Который еще до выхода русификатора Делал летсплей по Данганромпе Да на самом деле не только по ней Персона был, Азер и Скейп был А потом вышла Данганромпа В3 Ранее я упоминал об этом в первом ролике Про отчаянный Данганромпа фандом Но сейчас я расскажу чутка поподробнее Автор жил в состоянии депрессии долгое время По его словам, оно длилось несколько лет Я создал канал, чтобы забыть о боли в своей груди А вышел совсем наоборот Создание канала для него было способом Поиска собственной личности Но давление со стороны подписчиков По поводу его мнения о персонажах Появление первых хейтеров И большое количество дизлайков Сказалось на его и так подавленном душевном состоянии Да, наплыв хейта Это обычное явление на ютуб каналах Но разница заключается в том Что кто-то справляется с этим А кто-то попросту к такому не готов Я сам не понимаю, за что вообще Меня в целом можно хейтить В случае с данным бывшим контентмейкером Мы видим второй вариант развития событий Со временем он сначала скрыл дисплей по ромпе Я еще удалил из канала почти всю ромпу Которая у меня тут была Я посмотрел на реакцию Понял, что в принципе я поступил правильно А затем полностью ушел в меланхолию И забросил свой канал Надеюсь, что с этим парнем сейчас все в порядке И он действительно нашел себя в этом мире Но на данный момент с ромпой, как и с ютубом Он больше не связан И тогда мне пришлось искать помощь В прохождении Данганрома ПВ-3 Уже у другого летсплейщика Валерий Захарович Не, вы только посмотрите на это обилие записи Прохождения различных японских игр Да в половине из этого количества игр Даже не было английской локализации Но данному человеку не страшна языковая преграда Ведь он полиглот И знает английский, японский, итальянский, румынский А русский вообще не является его родным языком Русский это не мой родной язык Я его учил сам Мой родной вообще румынский А разговариваю я последние 10 лет Большинство на итальянском Он мог вещать на любую аудиторию Но выбрал именно русскую И благодаря этому фактору Некоторые познакомились с Дангандромпой Благодаря его летсплеям Да, у нас в то время не было ваших тарелок и никейти Нам приходилось смотреть перевод ромпа человека У которого русский язык даже не был родным За это ему респект и бесконечное уважение А если кто-то хочет посмотреть как он проходит некоторые игры на трансляциях Вот вам в описании ссылка на его гудгейм Поддержите данного человека Ведь для некоторых он действительно многое сделал А теперь мы переходим к каноничному событию 2020 год Быстро пробежимся по всем популярным каналам по ромпе того времени Кресиный канал Если кратко описать контент кресиного канала То это... Всякие машинимы со спрайтами персонажей И звуковой дорожкой из уральских пельменей Да, спасибо, Тайфун Это описание идеально подходит Палати Она же Чикен Макнагета Беременна в 16 Давай поженимся Измены Простите, а я точно сейчас не расписание телепередач в газете читаю? Что до самого содержания... Моя жизнь была охрененной Пока я не узнал, что... Беремен Вттфак? А ведь по этому контенту многие сейчас скучают Настолько этот формат всем понравился Что фанаты начали создавать свои уже каналы с похожим содержанием Хоть два этих канала уже не активные Но их наследие до сих пор живет Креативный переводчик Не особо увлекался анализами персонажей Да и больше предпочитал авторский контент Нежели переводы зарубежных каналов Хотя про отсылки и неиспользованные казни Мне было интересно послушать Но также мне было интересно послушать про ситуацию В которой КП обвинялась в дезинформации людей Так как она брала информацию из Вики Данганромпа фандома Тогда пользователь Диджей Фрост Решил провести некий тест на позера И разобраться в причине такой доверчивости К некоторым источникам информации Он решил даже записать про это видос О котором я тоже упоминал в своем первом ролике В то время развивались различные РП проекты По Данганромпе в Гаррис моде Первым таким проектом был Данганромп онлайн Про РП составляющие я когда-нибудь расскажу в других видео Можно сказать, что там образовались Свои подфандомы Но пока я могу перенаправить вас на канал Итшура Человек больше разбирается в данной сфере Следит за РП проектами И посвящает новичков во весь этот движ Даже вот смог позвать того самого Эмиля Ну тот который И вот мы подходим к 21 году К моменту Из-за которого мы сейчас здесь находимся Долго разлагольствоваться не буду Я пытался взять все, что мне нравилось У моих любимых ютуберов И замиксовать в данную бурду Не, а что, эта ниша была толком никем не занята А видосов про разбор этого фандома и фамилия не было Как удачно, что именно в это время Я наткнулся на несколько крутых людей О которых вы наверняка слышали Семушка, я написал ему коммент с предложением сотрудничества И он согласился А дальше пошла тема с обмениванием идей для будущих роликов Долгие диалоги о том, нужно ли превращать Данганромпу в конвейер И поднимание таких тем, как неправильное представление о концовке В3 Эта беседа даже вдохновила его на создание этого ролика И дело-то у него шло У него постоянно появлялись какие-нибудь интересные темы для видео Он вам пояснит из-за некоторой теории Объяснит, почему определенные архетипы персонажей так популярны Оценит ранние концепт арты И даже попробует себя в озвучке При этом он создавал контент Имея тогда не самое топовое железо Представьте, что весь этот скрупулезный монтаж Он делал всего лишь с двумя гигабайтами оперативной памяти Мы даже начали уже готовить совместный коллаб Где по пунктам мы разобрали свои айсберга по Данганромпе Вот у меня даже документ до сих пор сохранился Но у нас как-то встала работа А потом со временем Интерес к Ромпе у него как-то пропал А жаль, ведь Данганромпо фандом лишился еще одного качественного контент-мейкера Как у него обстоят дела сейчас и вернется ли он на ютуб? Давайте об этом узнаем от него самого Привет тебе, дорогой зритель Я в порядке, я жив Меня не застрелили, не взорвали, не задушили, не утопили Я не повесился У меня в принципе все хорошо И когда-нибудь, когда-нибудь я продолжу заниматься каналом Когда-нибудь в течение этого, я надеюсь, года Потому что сейчас у меня им заниматься Времени есть не очень много, к сожалению И я крайне сомневаюсь, что дальнейший контент будет как-то связан с Ромпой Потому что, как я раньше говорил в своих телеграм-постах В своих постах в комьюнити на ютубе Мне она немного поднадоела Вот, поэтому будем ждать чего-нибудь новенького Чего-нибудь интересненького Надеюсь, у вас тоже все замечательно Пока-пока, я надеюсь, мы еще свидимся Черви Панк Ромпа-контент он начал делать с озвучки Дангенромпы В3 В которой он соло озвучивал всех персонажей Заткнись, ты не единственный, кто сейчас запутался Может быть, я подберу тебя и сожму Пока твои кишки не вылетят, как зубная паста И спустя время, он собрал классную и ламповую команду Которая трудилась над переводом и озвучкой Дангенромпы С И я принял участие в озвучках вот этих чили-боссов Если кому интересно, про это у меня есть два полноценных ролика на Бусти Ну, интересно ли мне сама Дангенромпы С Но тут спорно, ведь диалоги там, конечно, не блещут гениальностью Но я рад, что мне дали возможность поучаствовать в данном проекте Поэтому ответьте Есть ли смысл тренировать эти искусственные тела? Заебись вообще, реально Ты тебя сам не успеешь Надо в лодички попить Но и даже здесь тоже не все гладко Ведь на данный момент проект заморожен Черви Панк объявил об отставке с должности главного руководителя проекта Указав причину, что это не его Быть лидером это неописуемый труд Базара нет И уходить с этого поста, конечно, его решение Но, Влад, не недооценивай себя Просто посмотри на весь тот путь, что ты прошел Вспомни, с каких низов ты начинал Что ты приобрел со временем И имеешь на данный момент Ведь благодаря тебе и твоим усилиям Ты смог достичь определенных результатов Поэтому желаю им успеха в их деятельности Возможно, они продолжат работу на Дангенромпы С Может, начнут озвучивать другой, более востребованный проект Но это уже будет другая история Ой-ой-ой, а видос-то уже довольно долго идет Давайте перед кульминацией еще пройдемся по нескольким ютуберам Они, конечно, не полностью посвятили свою деятельность, делая видосы по ромпе Но все равно, какой-никакой вклад, но внесли LuckyCat18 Хоть собрал он большую часть аудитории благодаря видосу по Undertale Свою деятельность он начал в создании ромпа игры на движке Unity 3D За прогрессом которой было довольно интересно наблюдать Но он посчитал, что проект выходит довольно неумелым Вскрыл видосы в отдельный плейлист И сейчас занимается видео-пересказами по ромпе, амори, салифейс, бродячим сам и так далее Настоятельно рекомендую данный канал Если вам в кратчайшие сроки нужно пробежаться по конкретным играм или аниме Чтобы освежить свою память или узнать даже что-то новое Филин оф плейс Соника блогер решил обозреть японскую визуальную новеллу? Что может пойти не так? Меня крепкие нервы, но Килинхарма не удалось добиться того, что я прежде не испытывал Меня натурально затошнило Я не утрирую, мне хотелось проблеваться от осознания в обзоры чего я валил столько времени И что мне предстоит обозреть здесь? Только не пытайтесь его затянуть в недре фандома Он и так человек, повидавший много боли и страдания Соника блогер все же Мой друг, ты не готов к этому Считайте фанфик по ромбе конфета, он очень короткий Ну ладно, без комментариев Тут не то что по ромбе видос приходится ждать Тут вообще выход любого видоса считается целым событием Я его включил в этот список, ну так, карандашиков Его вот эта финальная фраза Контента по самой игре его крайне мало И я здесь, чтобы это исправить Если я не сделаю, никто не сделает Меня заинтриговало А тайфун-то на русском ютубе далеко не последнее место занимает Поэтому поживем-увидим Может все-таки он что-то да и снимет Хотя продолжение нескольких других рубрик мы так и не увидели Также еще охоту упомянуть Канал Джекари и его сравнение топы персонажей Машу Суворову и ее рубрику в двух словах Фейерника и его озвучки о похождениях Артема и других Китярка Вейлан и ее великолепные каверы на песни с каналом Маки Робин Спи Сахар или же раньше Гентура Сахара И его вольная озвучка Данганромпая Бридж И всякие мультифандомные приколюхи Неинтересный факт Он был первым ютубером посмотревший мое видео про отчаянный Данганромпо фандом у себя на стриме Правда этой записи вы уже не найдете Но это правда, я не вру Итак, вы уже поняли, что ромпа контента было в принципе не так и мало Но его могло быть еще больше Артем Хупер и Джош Оба затрагивали тему Данганромпы У обоих эти видео неплохо так собирали просмотры У обоих были интересные темы для рассуждения И оба признались, что просто выгорели Принимая тот факт, что ромпа уже далеко не востребованная франшиза для создания роликов на ютубе И переключившиеся на другие, более интересные им темы И данная ситуация, связанная с ютуберами Которые из-за выгорания Переосмыслили насчет тематики канала Напылыва хейта Или личных сомнений Прекращали снимать контент по Данганромпе Вызывало у меня, как у одного из таких контент-мейкеров Чувство грусти И какой-то потерянности Да, ромпа не может быть вечной Но следя за Данганромпо-фандомом Уж слишком не сильно бросилась в глаза Данная закономерность Ведь эти люди Интересовались Данганромпой И планировали дальше делать контент по ней Но уже на этапе написания сценария Или на стадии монтажа Их что-то останавливало Это уже какая-то шиза Но в одно время я действительно начал считать Что этот фандом проклят И кроме смешных видосиков С звуковой дорожкой из уральских пельменей Лучше в нем ничем не заниматься Как будто над ними летал злой дух И шептал им на ушко Не лезь Оно тебя сожрет Ненавижу СМР, кстати Ну как-то не прет авторский контент по Данганромпе Ну и все тут А ведь для меня это довольно важная тема И пройти мимо нее я никак не мог Изменится ли положение дел в будущем? Поживем увидим Анонс новой игры от Кадаки В ближайшее время нам ждать не стоит Что могло бы сподвигнуть людей Вновь интересоваться этой франшизой А создание запланированных ромповидосов У оставшихся ютуберов Сейчас не стоит в приоритете Одно я могу сказать точно Я благодарен всем Абсолютно всем людям Которые уделили внимание данному фандому Снимали летсплей Смешили мемами Делились мыслями И просто делали всяческий контент по ней Ради этого мы даже собираемся на стримах Чтобы совместно провести время за их просмотром И это действительно кайфовое ощущение У каждого была разная причина создавать ютуб канал И разная вовлеченность в производстве контента по ромпе Но так или иначе мы посвящали ей время И этим она всех нас объединяла Пожелаю удачи всем тем, кто больше не собирается выпускать по ней видео А я... Что я? Вы думаете, что всё вышесказанное как-то повлияло на мой энтузиазм? А если бы не ромпа То чем бы я вообще занимался на ютубе? Может я вообще не создавал бы ютуб канал? Да и идей по ней рано или поздно больше не останется Но о чём бы я хотел поведать на канале кроме ромбы? Может всё-таки параллельно с ромпо-контентом Начать делать что-то ещё? Ну так, на скидку Я сейчас тебе большой списочек напишу Ну о чём я мог бы ещё рассказать Здравствуйте, я ютубер Вонвейп И я буду помешан на ютубе ещё лет СОРОК БЛИ- Редактор субтитров А.Авт heartbreaking Редактор субтитров А.Автоми Корректор А.Егорова